Прикосновение к Вечности Ретрит в Индии 2002 год День 1 Отречение от мысли Часть 1 Наш ретрит означен, как встреча с учением. Но на самом деле нет никакого учения. Однако мы вынуждены использовать слова, чтобы как-то называть происходящее. Учение предполагает, что есть нечто, что вы можете добавить к себе. Знания, информацию, факты, впечатления. То, о чём пойдёт речь, не связано с добавлением чего-либо к себе. И так уже много всего. Более чем достаточно. У вас информации больше, чем когда-либо имел Бунда. У вас есть прекрасные карты, дорожные указатели для ориентации существования. Духовная информация, которой вы обладаете, это прекрасные карты. Или по-другому дорожные указатели в форме древних писаний. Они указывают путь к трансформации человеческого сознания. На нашем семинаре мы не будем использовать уже существующие карты или дорожные знаки. Прекрасные сами по себе. Глубокие в своей основе. Многие из них родились в вашей стране. Которую можно назвать колыбелью духовности человечества. В них нет ничего неправильного. Но каждое столетие создаёт новые указатели в соответствии со своими потребностями. Старое по-прежнему работает, если им пользоваться правильно. Или оно превращается в препятствие, если им пользуются неправильно. Вы уже заметили, что под словами «карты» или «указатели» я имею в виду древние учения. Карта не является самой территорией. Указатель не является местом, на которое он указывает. Все древние и современные учения указывают за самих себя. Сутью всех учений является трансформация сознания. Перевод человека в состояние, когда он освобождается от рабства. Освобождается от страдания. От ограниченности. Таким образом, учения указывают путь. Они прекрасны, потому что подлинные учения сами рождаются из преображённого сознания. Те немногие индивидуумы из прошлого, освободившиеся от своей обусловленности, от ложного чувства «я», от эгоистической идентификации, они учили из этого состояния. Учения возникли из преображённого состояния сознания. Поэтому они обладают красотой и силой. Они настолько красивые, что зачастую древние учения притягивают к себе слишком много внимания. Они так прекрасны в сравнении с другими картами и указателями, что люди начинают изучать, коллекционировать, а затем интерпретировать их. Отсюда совсем маленький шаг, чтобы забыть, на что они указывают. Человек настолько поглощён формой учения, что через какое-то время начинает любить сам указатель. Он идентифицирует себя с ним. Находятся люди, которые любят этот указатель тоже. Вы начинаете спорить с другой группой людей, которые любят другой указатель, забывая при этом, что он указывает на то же самое место. Образно говоря, вы несёте на себе бремя вашего указателя. Это частое явление. Но бывают случаи, когда готовность человека такова, что ему достаточно раз или два обратиться к указателю, чтобы тут же понять истину. Так и должны работать указатели. Учение, о котором мы будем говорить, культурологически нейтрально. Это не буддизм, не христианство, не индуизм. И тем не менее оно передаёт сущность их всех. Оно не застыло и по форме. В нём не в что верить. Суть учения, ради которого мы собрались здесь на целую неделю, это возможность трансформации человеческого сознания. Вашего сознания, так сказать. Поскольку любой язык имеет ограничения, так как форма ограничена, слова — это, конечно, указатели. Каждое произнесённое мной слово также ограничено и не является исчерпывающим. А представляет собой лишь одно из множества точек зрения. Когда я говорю «трансформация человеческого сознания», это не полная истина. Никто не может в одиночное утверждение заключить всю полноту истины. Получится только точка зрения. Это и хорошо, и плохо, когда знаешь, что одно утверждение не может охватить всю истину и является только одной из точек зрения, с которой у человека происходит идентификация, и он объявляет «вот истина». Трансформация человеческого сознания. Да, это один из ракурсов рассмотрения, который предполагает, что нечто в вас хочет измениться, чтобы затем из него возникло новое состояние сознания. Нечто в вас требует починки. Это подразумевается, но это не естественно, так как трансформация сознания предполагает, что на перемены потребуется время. Но в нашем случае это не так. В чем суть трансформации сознания, для которой не требуется времени? Возможно ли такое? И вот мы подошли к главному, ради чего мы здесь. Узнать это новое состояние сознания не как нечто, что требуется достигнуть в будущем, а как то, что уже в вас сейчас. Но как узнать это, не впав в новое верование? Вы можете принять мои слова так же, как вы принимаете на веру, когда некоторые учителя говорят вам, что вы уже просветлены. Это очень приятная вера. Ее можно добавить к содержанию своего ума. На какое-то время вы можете убедить себя, что это правда. Учитель сказал, что ничего не надо менять. Я уже просветленный. Это становится составной частью вашей ментальной идентификации. Частью умом созданного «я». Вы чувствуете себя прекрасно. Наконец вы достигли. Умом созданное «я» всегда ищет улучшить себя, добавить к себе еще, сделать себя завершенным, обогатить чувство своего «я». Если вам удается заполучить большую могущественную веру, вы можете добавить ее к уже накопленному содержанию своего «я». с которым вы идентифицируете себя. На какое-то время это очень приятно. Вы становитесь большим. Ваше «я» – большое и просветленное. «Я» просветленный. Но удовлетворение временное. Вскоре жизнь показывает вам, что, возможно, вы не совсем просветлены. И вы отправляетесь на поиски следующего, с чем можно было бы идентифицировать себя. Новый духовный опыт, другая вера, больше знаний, больше других духовных достижений, чтобы добавить их к своему «я». страстное бегство от того, кто уже есть, продолжается. Стремление в будущее, чтобы сделать себя завершенным в духовном смысле, продолжается. Желание схватить продолжается. По материальном плане вы, возможно, уже вышли за эту потребность. Осталось завершить себя духовно. Отношения. Возможно, вы вышли из-за них. Самодостаточность. Вы ищите ее. И вот появляется странное учение. Оно говорит, «Вы никогда не найдете полноту себя в будущем». Однако не принимайте мои слова на веру. Если это верно, и вы уже свободны, просветлены в своей сущности, то в чем разница между вами и духовным мастером? Можно сказать, что мастер знает, что это правда, а вы нет. Но как вы знаете, что это правда? Как это проявляется? Все очень просто. Не то, чтобы мастер знал больше, чем вы. Некоторые могут и знать, другие могут быть очень малообразованными людьми, вы знаете в тысячу раз больше них. Но они знают одно, что действительно имеет значение, а вы знаете множество чего. Ответ очень простой. Я его сейчас скажу. Вы можете отправляться домой, если планируете вернуться пораньше. Я не собираюсь выстраивать длинные теории, типа «Я сообщу вам ответ на шестой день». Мастер в тотальном единстве с настоящим моментом. Он или она не во внутренней оппозиции к настоящему. Он или она не выставляет перед собой внутреннее сопротивление настоящему моменту. Не противится таковости сейчас. Что бы в «Сейчас» ни возникало, внутренне они не сопротивляются. Наступает конец всему ложному в человеке. Вся структура эго базируется на внутреннем сопротивлении таковости настоящего момента. Умом созданное «Я» продлевает свое существование в основном за счет сопротивления, за счет чувства недостатка чего-нибудь, за счет постоянных желаний или боязни, связанных с ментальной проекцией, которую вы называете «будущее». Желание и потребность в будущем. Вы хотите, чтобы оно наступило. Тогда вы сможете добавить к себе нечто, что сделает вас завершенным. И вы боитесь, что может возникнуть нечто в этой ментальной проекции под названием «будущее», что может уменьшить вас. Два движения, связанных с будущим. Обогащение чувства «Я», неважно, в какой форме оно должно прийти, поэтому «будущее» обладает такой повышенной притягательностью. Мы ищем полноту жизни там. Мы ищем добавить к себе нечто. «Будущее» обещает сделать вас состоявшимися. Поэтому и в духовной практике вы нуждаетесь в будущем. Я не говорю, что это полная чепуха. Нет. Для многих духовная практика подразумевает поступательное движение к освобождению. Но наступает точка в этом поступательном движении, когда вы неожиданно понимаете иллюзорность времени. Единственная вещь, важная в вашей жизни, это узнать, кто вы есть за пределами формы. Найти себя за пределами ментальных конструкций. И неожиданно вы осознаете иллюзорность будущего в связи со своим духовным освобождением. Но прежде чем вы это поймете, вам нужны спиритуальные практики. Вам нужно время. Вам нужно страдание. Для многих духовная практика тесно связана со страданием. Для них единственным учителем является страдание. Величайший учитель. Утверждение, что в конечном счете вам не нужно времени, истина не для всех. Только для тех, кто слышит это и понимает глубину и правду этого. Мы здесь, чтобы познать правду и глубину данного утверждения. Всю неделю, это тоже время, мы будем исследовать в невременное состояние сознания. Какой-то части у вас может не понравиться то, что я говорю, потому что вы все еще идентифицируете себя со временем. Я есть движение времени. Вы ищите самоосуществление посредством времени. И эгоистической части вас могут не понравиться мои слова, потому что самое существование тесно связано со временем. Некоторые могут захотеть покинуть ретрит. Ничего неправильного в этом нет. Это всего лишь означает неготовность услышать простоту этой истины, воспринять ее глубину, которая утверждает, что вам время не нужно. может возникнуть страх углубляться в это утверждение, чтобы понять, что оно означает. Кто боится этого? Связанное со временем чувство собственного «я» боится этого утверждения. Ничего плохого в этом нет. Это означает, что вам не нужно время, а не является истиной для вас. Это означает, что вам нужно еще время. Прекрасно. Но это также будет связано со страданием. Синонимичное утверждение. Вам больше не нужно время, то же самое, что вам больше не нужно страдания. Предельная истина в учении Бунды «конец страданию». Вам не нужно времени, подразумевает, вам не нужно страдания. И опять-таки, это может быть или не быть истиной для вас. Какой бы ни была ваша духовная практика, через учителя или через страдания, или через комбинацию того и другого, вопрос сводится к внутренней готовности услышать эти слова. к готовности хотя бы смутно почувствовать их смысл. Не понять. Почувствовать. Если вы будете размышлять над ними, вы недалеко уйдете. Время больше не нужно. Истинно или нет? Для ума это неприятный вопрос. Я много говорю такого, что будет истиной для одних и не будет и для других. Эти указатели могут оказаться неистиной для вас. Ум не любят, когда говорят, что одно и то же утверждение может быть и истинной ложной. В науке до недавних пор было похожее положение, пока не обнаружили субатомные частицы, ведущие себя двояким образом. И так вопрос сводится к тому, нужно ли нам еще время. Нужно ли время для сознания? Ответ будет таким. Вам нужно время, пока вы не осознаете, что оно вам больше не нужно. Все, что вы будете делать на этой неделе, это погружаться в глубину этого утверждения, исследовать его, исследовать то, на что указывает данный указатель. вам не нужно времени, чтобы стать теми, кто вы есть, чтобы быть самими собой, целиком, полностью. Как я узнаю это, не превратив его в новую веру? Как я узнаю это вне новой практики, которая даст дополнительное время, чтобы, практикуя, стать хорошим в ней. И затем рассматривать это как достижение. Я стал хорош в ней. Это станет добавкой к чувству «я». Вы почувствуете, что на немного вы стали больше. Итак, как я узнаю это? Вы узнаете это здесь, войдя… Сейчас я скажу нечто, что может вас испугать. Войдя здесь, это единственная практика, которой вы будете заниматься здесь всю неделю. Войдя в состояние сознания под названием Сёренды. Оно не требует никакого больше. Потому что если вам нужно больше, даже в сфере духовных достижений, это не состояние Сёренды. Если вы хотите больше знаний, это не Сёренды. Если вам нужно больше опыта, это не Сёренды. Я уже не говорю о других важных вещах, таких как собственность, социальное положение, деньги. Если вы психологически нуждаетесь в следующем моменте, глубоко укорененная потребность каждого человека, мне нужно дальше, что дальше? Беспокойное ожидание следующего момента неотъемлемая часть нормального состояния сознания человека. Все это не Сёренды. Сёренды это важно. Я буду постоянно это повторять. Оно так легко забывается. Сёренды это когда вам не нужно больше, чтобы обрести полноту. На уровне феноменов больше это хорошая игра. Конечно, вам потребуется больше еды, чем есть на сегодня. Вам потребуется больше умений. Это часть жизни в мире форм. Но на психологическом уровне вам не надо больше. Оно нужно чувствуя, чтобы обогащать себя, становиться больше. Вы осознаете, что это не состояние Сёренды. Последнее, с чем труднее всего расстаться, это с желанием понимать больше. Но вы проходите и через это, входите в состояние сознания Сёренды, в котором вы всего лишь приветствуете таковость настоящего момента, какую бы форму он ни принимал. Поначалу это выглядит абсурдной духовной практикой. Чаще всего настоящий момент не выглядит чем-то, что вас устраивает. Полная Сёренды таковости настоящего момента объемлет всё, что я чувствую неправильно происходит со мной. Всё, что я чувствую в настоящий момент. Беспокойство, раздражение, всё, что угодно. И вы хотите, чтобы я застрял в этом моменте навечно? Конечно, нет. Лучшего места, чем Индия, не придумаешь, чтобы войти в состояние Сёренды. Может быть, поэтому эта страна дала миру больше духовных мастеров, чем другие. Вы вынуждены быть здесь в состоянии Сёренды. Индия учит вас Сёренды. Даже если вы не обращаетесь ни к какому духовному наставнику. Она сама в себе учитель. Это иллюзия, что вы можете до конца контролировать материальное проявление универсума. Нечто субстанционально важное присутствует здесь, в вашей стране, чего вы не можете получить на Западе, с его торговыми центрами, с его технологиями. Всё работает нормально и даёт вам иллюзию чего-то устойчиво длящегося во времени, но рано или поздно оно проявляет себя как иллюзия. Торговые центры разрушаются, прежде чем исчезаете вы как физическая форма. Но здесь в Индии проявляется внесубстанциональная сторона вещей. Единственным способом быть здесь и не страдать является сёранде тому, что есть. Это не означает, что вы не можете попросить подогреть суп, если он остыл, или что-нибудь в этом роде. Вы можете сказать или сделать что-нибудь, чтобы инициировать ответные действия. Но при этом вы в состоянии сёранды, потому что ваш запрос может и не сработать. Какие действия будут рождаться? Позвольте им возникать из состояния встроенности формы, которые принимает данный момент, даже если они выглядят неудовлетворяющими вас. В течение этой недели некоторые формы жизни будут красивыми. А в следующий момент, точнее следующая форма, которая возникнет в настоящем, может быть не такая красивая. Она может ограничивать вашу свободу. Для большинства из вас здешние аскетические практики не дают того комфорта, к какому вы привыкли у себя дома. Отсутствие удобства может восприниматься как ограничение вашей жизни. Может показаться странная еда, может возникнуть множество других ограничений. Наблюдайте за своими реакциями, за реакциями своего маленького я, который внутренне говорит нет тому, что есть. Оно хочет, чтобы было по-другому. И не жалуется, критикует, обвиняет у себя в голове. Таково состояние несеранда, когда эгоистическое я длит свое существование посредством сопротивления. Оно может стать очень сильным здесь, если вы не знаете или не замечаете, как оно действует. Духовной практикой на эту неделю будет пребывание в состоянии пробужденности и внутренние наблюдения за собой. Вопрошение себя «Я в состоянии сёренды или нет?» Не сёренды отрицает, сопротивляется, пытается сбежать из того, что есть. Сёренда же не нуждается в большее. Ему не надо, чтобы настоящее было другим, чем оно есть, так как оно признает, что то, что есть, уже есть тем, что есть. Сёренда признает бесплодность внутреннего сопротивления. Оно объемлет таковость настоящего момента, какую бы форму тот не принимал. Оно не требует, чтобы настоящее было другим, чем оно уже есть. Тогда что происходит? Если вы больше не требуете, чтобы формы этого момента были другими, «Пожалуйста, смотрите, я даю вам новый указатель, говоря, формы, которые принимает настоящий момент». Настоящий момент вечен, одно единое сейчас. Оно никогда не меняется, оно вечно остается сейчас. То, что возникает в нем, это мир форм, это форма жизни, появляющаяся в необъятном пространстве вечного сейчас. В пространстве появляются формы. Так проявляет себя настоящий момент. Возникающие формы, ситуации, места, события, люди, все возникает в сейчас. Конечно, не возникает в сейчас, ничто не может происходить не в сейчас. Все, что происходит, происходит в этом вечном пространстве сейчас. Умом невозможно до конца понять, что это означает, но удивительно осознавать, что нет ничего, что не является этим сейчас. Быть в сейчас, жить в сейчас – абсолютная синонима. Не происходит ничего, что не является сейчас. Ничто не произойдет, пока оно не станет сейчас. Как по-другому. Будущее может проявиться только в сейчас. Другой реальности у него нет, кроме как ментальная проекция, которая все равно будет реализовываться в сейчас. Память о прошлом, если есть такая реальность, как прошлое, только форма сейчас, которую оно принимает. Реально существует только одно вечное сейчас. Но формы, которые принимают сейчас, меняются. Они появляются и исчезают. Большинство людей знает только формы, знает отношения с этими формами, которые, по сути, сводятся либо к желанию, либо к страху. Люди хотят иметь эти формы, либо они избегают их. На этой неделе у вас будут прекрасные переживания. Священная река, закат солнца. Ах. А в следующий момент может случиться что-нибудь неприятное. Я говорю в следующий момент, это условности языка. Иногда я использую эти слова, но понимать надо, что не существует такой вещи, как следующий момент. Речь идет только о форме сейчас, которая все время меняется. И так большинство людей имеют дело с формами, возникающими в сейчас. Отношения носят характер желания или страха, стремления к этим формам или уклонения от них, потому что все, что большинство людей знают, это формы. То, что они не знают, это сейчас, которые за пределами форм. Для ума это тоже не имеет смысла. Истина этого сейчас не может быть понята мыслью, потому что трансформированное состояние сознания находится за мыслью. Мы движемся туда. Посмотрите, что происходит, когда вы пребываете в нормальном состоянии сознания, когда вы внутренне сопротивляетесь или отрицаете, или внутренне избегаете из таковости настоящего. Возникает реакция против, реакция против формы, которую оно принимает, реакция в виде внутреннего зажима, внутреннего нет, внутреннего бегства. Это усиливает идентификацию с формой, идентификацию с ментальными или эмоциональными формами, находящимися в уме. Ум формирует «я», который, будучи ограниченным, накапливает жизненный опыт, знание. «Я» укрепляет себя посредством реакции на другие формы. Таким образом, вы оказываетесь в ловушке ума, когда слепо реагируете на то, что возникает сейчас. Пребывание в реактивных отношениях по типу желания или страха является частью нормального состояния сознания. Реактивные отношения поддерживают эго, помогают ему длить себя. Каждый раз, когда вы реагируете против, ваша идентификация с формой напрягается и за счет этого усиливается чувство «Я». Понаблюдайте, когда вы спорите с кем-нибудь и пытаетесь быть правы. Очень распространенный пример укрепления своего чувства «Я» за счет идентификации с ментальной позицией, со своей точкой зрения. Борьба с другой точкой зрения, с ментальной позицией другого. Вы реагируете на формы. Приходят люди, ситуации, возникают реакции. Вы усиливаете свою идентификацию с формой «Я» посредством реагирования на другие формы. Так существует мир, и это поддерживает обычное состояние сознания. Выйдите за его пределы. Если бы вы были еще не готовы, вы бы не стали слушать. Факт, что вы сидите здесь и слушаете, говорит о вашей готовности выйти за и войти в состояние несопротивления, войти в состояние сёренда, состояние приветствия всех возникающих форм. Такова будет наша духовная практика. И место, где вы сейчас находитесь, наиболее подходящее для нее. внутренние приветствия всех возникающих форм. Потому что так есть, так уже есть. Вы говорите «да» этому. Вы больше не персонализируете возникающие отношения, не относите их на свой счет. Вы обнимаете то, что возникает посредством этого «да». Так есть. Обнимите это. И что тогда происходит, когда вы обнимаете форму настоящего момента? Вы становитесь теми, кто вы уже есть. Вы становитесь – я использую указатель слова, оно не есть то же самое, на что указывает. Вы становитесь теми, кто вы уже есть. Вы становитесь очень глубокими и пространственными, когда позволяете возникать миру форм, и когда вы подчиняетесь этому сейчас. Чувство бесконечного пространства вокруг возникающих форм, событий, людей. Пространство оно не сопротивляется. Неожиданно устанавливается мир, неважно, что происходит вокруг. Сами формы могут быть немеролюбивыми, обстоятельства могут влиять на жизнь вашего тела или могут ограничивать ваше «я» психологически. Но вы позволяете им быть этим ограничением. Вы внутренне не сопротивляетесь им. Предположим, вас посадили в холодную комнату. Это всего лишь пример. Начинают возникать формы в виде того, что чувствует тело. Вы просто позволяете им быть. Позволяете быть любым условием. И неожиданно появляется пространство вокруг ограничений. Вы можете практиковать это со всем, что доставляет неудобства, чем бы это ни было. Возможно, вы себя чувствуете дома более комфортабельно, чем здесь. И вы бы захотели оказаться сейчас в своем кресле перед телевизором, в руках любимый напиток или еда. Ничего этого здесь нет. Есть ограничения, которые вызывают столько дискомфорта. Мы говорим сейчас о мелочах, но может быть и нечто причиняющее серьезную боль. Вы реагируете. Дискомфорт это уже форма реакции, которая приводит в движение ум, а тот начинает укреплять чувство я. Для я настоящее выступает в образе неприятеля, и я укрепляется посредством мыслей, эмоций, делающих из настоящего момента врага, или когда вы внутренне жалуетесь на что-нибудь. Таким образом, дискомфорт вызывает противодействие, отрицание, сопротивление, приходит в движение ум, возникают сопутствующие эмоции, которые в свою очередь еще больше возбуждают ум. И все это работает на укрепление чувства я. Речь не о том, что не следует просить другого изменить что-нибудь или что-то сделать. Я имею в виду психологическое недовольство. Некоторые люди постоянно пребывают в этом состоянии. После женитьбы, многие супруги постоянно жалуются об этом событии всю жизнь, жалуются друг на друг. Это так нормально, что они не знают ничего другого. По тридцать лет они предъявляют претензии у себя в голове. И это нормальное состояние. Возможно, в вашей супружеской жизни не так. Возможно. И так возникает дискомфорт. Вы слепо реагируете на него, усиливая тем самым свое «я», которому постоянно нужны враги. Любые враги хороши, чтобы чувствовать свое «я». Предполагается, что вы правы, а другой нет. В этом суть внутреннего недовольства. Я прав, а другой нет. В качестве другого здесь может выступать и человек, и ситуация, все что угодно. Такова природа претензий. Вы занимаете позицию правого. Затем ваше «я» идентифицирует себя с этой ментальной позицией, и вы оказываетесь под воздействием иллюзии, конечно, бессознательно, что вы стали более самими собой. Вы чувствуете прилив сил. Как хорошо, что я против этого. Подобное происходит неосознанно, и люди не замечают, как ложное «я», таким образом продлевая свое существование, как оно любит все, на что можно пожаловаться. Оно нуждается в этом, оно ищет, к чему бы предъявить претензии в этот раз. Что происходит, когда сознание меняется. Вот появляется дискомфорт. В чем бы он ни выражался, он встречает «да». Ему позволяют быть. Вы обнимаете его. Дискомфорт не уходит, небольшая боль здесь или там, но вы продолжаете быть вместе с ней. Неожиданно появляется нечто большее, чем обычное маленькое «я». Это трудно заключить в слова, потому что вы выходите за пределы форм. Вокруг дискомфорта возникает пространство. Вы это можете проделывать и с состояниями вашего тела, и с окружающими условиями. Просто оставайтесь с ними. И неожиданно почувствуете пространство вокруг них. Возникает необычный мир, хотя дискомфорт по-прежнему здесь. Любая форма боли, страдания, вы просто позволяете им быть такими, как они есть. Прекрасно, здесь у вас будет достаточно мелкого дискомфорта. Теоретически можно построить суперкомфортабельный центр ретритов. Все функционирует совершенным образом, чтобы удовлетворять ваши потребности. Кондиционеры работают отлично, температура воздуха в норме, вода чистейшая, все устроено безупречно, окружающая обстановка успокаивающая и дружелюбная, массаж три раза в день, изысканная еда, в фоне божественная музыка. Когда-нибудь, когда-нибудь в Калифорнии и возникнет похожий центр. Вау, как хорошо. дружелюбная, но вряд ли он будет полезен для духовной практики. Здесь же вы сталкиваетесь с натуральным ходом вещей. Обстановка для многих из вас непривычна. В некоторых дзинских монастырях специально поддерживают максимально некомфортные условия проживания. Скудная еда, холод, открытые окна. Вы медитируете всю ночь в неудобной позиции лицом к стене. Вас обдувает холодный ветер, в желудке пусто. А вы смотрите, что возникает в моменте сейчас. Наконец, вы сдаетесь и отказываетесь от сопротивления, потому что у вас уже не осталось сил сопротивляться. Не остается ничего, кроме восприятия настоящего момента. и неожиданно вы осознаете необъятное пространство вокруг этих временных форм, которые включают в себя и ваше физическое тело. Некоторые описывают это состояние как необыкновенный душевный покой, возникший в том же самом ужасном месте, в монастыре или где-нибудь еще. Посреди этого пространства та же физическая боль, пустой желудок, дискомфорт. Но нет больше я. Просто дискомфорт, просто ощущение пустого желудка. Но в этом больше нет я. Все такое, как есть. Ваши чувства я больше не запрещено формы, будь то физические или психологические формы. В некоторых традициях сказали бы, что вы открыли измерение не я. Я растворилась. Это верно. Я растворилась вместе с вашим вхождением в Сёренде. И возникло то, что буддисты назвали бы пустота. Или это можно было бы назвать трансцендентальная самость, единое необусловленное сознание, из которого появляется весь универсум. Вы познаете это не через отношения объект-субъект, не через то, что возникает, а через пространство, в котором всё возникает. Вот кто вы есть. Вы не то, что происходит сейчас. Вы пространство сейчас. Это глубина сейчас. Это вечность. сейчас вечно, неизменно, едино. Это так просто познать его как вашу сущность. И вы поймёте, как абсурдно искать это в будущем, вашу сущность, вечное настоящее, то, кем вы являетесь. Искать это в будущем. Вот почему данная духовная практика не требует времени. И всё же в этом заключается парадокс, мы бы не могли говорить об этом, потому что любой язык подразумевает наличие времени, таков мир феноменов. И всё же мы будем здесь целую неделю. Это время. Целую неделю мы будем исследовать, что находится за временем. Весьма парадоксально. Зачем нам целая неделя, чтобы познать вне временное? Да, возможно, вам не потребуется столько времени. Один или два раза случалось, человек подходил ко мне и говорил, мне хватило десяти минут. Я ушёл с вашей лекции, я осознал суть, и мне больше не нужно сюда приходить. Это осознание может быть как подлинным, так и ложным. Если это только движение ума, жизнь вскоре покажет вам. О, ваше состояние это не сёренде. Вы кричите на свою жену. Разве это состояние сёренде? Итак, вся практика это позволение настоящему моменту быть. Так просто. Всё остальное будет происходить само. В пространстве сейчас заключена необычайная разумность. сама основа всех других способностей. Ум всего лишь небольшой аспект этой необъятной разумности. А вот ещё один указатель. Когда вы в состоянии сёренде, непрекращающийся ментальный шум, который мы называем думанье, 90% которого совсем не нужны, стихает. Этот поток мыслей так притягателен и так неотступен, потому что он даёт ощущение «Я». Чувство «Я» поддерживает себя за счёт этого потока. «Я» не может остановиться. Оно может длить своё существование только посредством нон-сёренде, посредством сопротивления. Это даёт топливо навязчивым мыслям, потому что так проявляет себя состояние нон-сёренде, в виде попыток контролировать ход вещей. Вы ложитесь спать и два-три часа крутите в голове события, пытаясь взять под контроль свою жизнь. Страх перед тем, что может случиться, подготовка себя к чему-нибудь, репетирование ситуаций, проекты и фантазии. Входя в состояние сёренде, ментальный шум стихает сам собой. Когда вы говорите «да» тому, что есть, вы больше не боретесь с универсумом. А пребывание в состоянии борьбы с универсумом рождает колоссальную инерцию, питающую собой навещивое мышление. Волна за волной, волна за волной. И в каждой вашей «я», состояние сёренде вам не нужно останавливать ваш ум, который порождает проблему за проблемой. Просто будьте с тем, что есть. Позволяйте этому моменту быть, и ум остановится сам собой. Потому что навязчивое мышление несовместимо с позволением всему быть, как есть. И когда ум стихает, когда иссякает бесконечный поток мыслей, возникает пространство, а за ним безмолвие во всём. Оно уже здесь. Пространство уже здесь, за формами, которые принимает сейчас. В присутствии этого безмолвия любое обозначение, любой указатель выглядит ограниченным. Безмолвие. пространство. Осознанность, которая не нуждается в мыслях, которые за мыслями. Мысли могут появляться, но осознанность за мыслями. Необъятная, необусловленная разумность. Под разумностью люди обычно понимают способность разглядывать пазлы, накапливать знания, анализировать информацию. Всё это очень ограничено. Весь универсум своим внешним проявлением указывает на необъятность разумности. Он проявляет себя как формы, и большинство из них проистекает из безмолвия. Цветы рождаются из безмолвия, существуют в безмолвии. Эта красота, которую не может создать ни один ум. Целые галактики возникают из необъятного безмолвия. Учёные говорят, что Вселенная произошла в результате Большого Взрыва. Из одной точки вдруг развернулся весь универсум. Они спрашивают, а что было до Большого Взрыва? И ум останавливается. Он не может не остановиться. Мысль не может дотянуться до ответа. Что было до возникновения универсума, до Большого Взрыва? Это состояние непроявленного бытия по-прежнему присутствует в вас. Оно никогда не исчезает. И это ваша сущность. Большой Взрыв продолжается. Универсум входит в свое существование каждый момент. Только не пытайтесь понять это умом. В конечном итоге на планете разворачивается грандиозный эволюционный процесс. Он понуждает человечество перейти в состояние, которое прежде было привилегией отдельных индивидуумов. Они были первыми цветками сознания. Но такова судьба всех людей выражать собой это цветение. Быть открытыми этому расцвету сознания. Вы пришли сюда как персона, как гусеница, и вы готовы выйти за ее пределы. За пределы бремени существования как персона. Но эта персона выводит человека на путь. Подобно тому, как гусеница исчезает в своем другом невероятно красивом бытии, так и персона подводит человека к расцвету сознания. Да, вы здесь все еще как физические формы, но нечто более величественное, проступая сквозь них. За этим мы здесь. Выйти за абсурдное ограничение я, за мое маленькое прошлое, за мою историю, прозвучит патетично, но из-за мое маленькое будущее, которое обещает сделать меня состоявшимся завершенным. Оно такое маленькое, даже для тех, кто еще молод. Как я могу завершить себя за эти несколько лет? Что такое я могу добавить к себе, что сделает меня завершенным? И это все иллюзия. Выйдите за ее пределы, за свое ограниченное я в необъятное пространство, коим вы на самом деле являетесь. Ваше я лишь выражало его, но пространство эманирует себя сквозь форму. Таким образом, для планеты есть только один путь спастись, если трансформируется человеческое сознание. До недавнего времени этот процесс был очень скудным. Единичные случаи то там то здесь. Но сейчас мы вынуждены. И поэтому такое происходит. Вы встречаетесь с состоянием сознания, которое замыслен. Его отличает глубокая, наполненная жизненностью тишина. Мысли по-прежнему возникают, но те, которые теперь появляются оттуда, очень вдохновенные, инспирирующие, новые мысли, осознание. Мысль это форма, а то не имеющие формы. Узнайте себя как не имеющие формы, и затем идите сквозь мир форм и получайте радость. Это возможно, если вы знаете себя за пределом формы, знаете не как идею, а как пребывание в состоянии серенде. Только тогда вы будете получать радость от мира форм, подлинную радость. Вы больше не персонализированное взаимодействие с формами, возникающими в вашей жизни, конечно же в настоящем. Ни желания, ни страха в отношении отдельных форм. Вы наслаждаетесь танцем форм. Вы можете вносить свою лепту в него, можете создавать новые формы, рождающиеся из настоящего, а не из эгоистической нужды завершить себя. Совсем другое качество делания, совсем другая мотивация. Не поиск себя в том, что делаешь, не стремление попасть в будущее, где наконец произойдет ваша окончательная самореализация. А если вы не попадете туда, то мысль неудачи делает вас несчастным. Но даже если вы достигнете цели, расположенные в будущем, вы все равно будете чувствовать себя несчастным. Древние учения говорят о том же. В Хагавангитсе, один из прекраснейших указателей, говорится, что путем является действие в состоянии Сёренда. Действие не как средство достижения чего-то следующего. Действие не как объективация ментально спроектированного результата, который вы намереваетесь достичь и который обогатит ваше чувство собственного «я». Действие в состоянии Сёренда никогда не гонится за результатом. Оно самодостаточно само в себе. Таким образом, ваша практика заключается в том, чтобы быть внимательным к моменту сейчас. Всегда есть только сейчас. Модификацией этого может быть спрашивание себя, каковы мои отношения с настоящим моментом. В пределе у вас не может быть отношения с настоящим моментом. Вы есть этот момент. Но с определенной точки зрения вы можете спрашивать себя, каковы мои отношения с настоящим моментом. С формами, которые он принимает. Сёренда или сопротивление? И затем наблюдайте. Много раз вы будете замечать нон-сёренда в форме мышечного напряжения или как взволнованность эмоций или как ментальное суждение. Часто все трое идут вместе напряжению в теле, эмоции, суждения о происходящем или проекции в будущее. Вы видите себя дома, в знакомом ресторане, любимая еда, и затем вы возвращаетесь обратно, сейчас. Если вы заметите состояние нисёренда, ничего делать не надо, просто позвольте ему быть. Физическое напряжение наблюдайте за ним. В нём нет ничего персонального, то есть присущего исключительно вам. Это обычное состояние человека. Позвольте ему быть. Когда у вас появляется нет тому, что есть, и вы неожиданно замечаете его, примите его, привнесите «да» в это «нет». Нельзя победить нонсёренда посредством ещё большего нонсёренда или посредством стремления достичь состояния сёренда. Достаточно осознать, что вы не сёренда, и оно возникает из настоящего. Оно возникает из неограниченного, необусловленного сознания. Позвольте ему быть. И тогда что-то начинает происходить с состоянием нонсёренда, потому что оно не выносит присутствие сёренда. Многие учителя говорят о сёренде Богу. Да, это то. Вы можете сёренде Богу, только проявив сёренде в отношении форм, в которых настоящие являют себя. Вы можете воскликнуть, «Как Бог может создавать такие ужасные формы?» Настоящий момент, ситуация в нём – это ограничение. «Я хочу знать себя как безграничное, а тут, куда не посмотрю, одни ограничения». Это форма, которую принимает настоящий момент. Формы, которые принимают настоящий момент, не должны быть ограничением. На какое-то время они выглядят прекрасными, а спустя некоторое время превращаются в ограничения. К примеру, на Западе человек разбогател. Поначалу «Вау, я могу купить всё, что захочу». И он покупает больше и больше. Идёт в один торговый центр, в другой, в третий. Неожиданно купленные вещи оборачиваются ограничениями. Они его больше не радуют. И он в депрессии ходит вокруг нового торгового центра. Такой часто в мире форм. Кажется, что эта форма освободит меня, но она превращается в новые ограничения, потому что она форма. Все формы по своей сути есть ограничения. Поэтому ментально проектировать ситуации, которые, как вы думаете, освободят вас от ограничений, абсурд. Быть свободными от ограничений не такова природа форм. Это противоречие в определениях. Форма и есть ограничения. Куда бы вы ни пошли, вы будете сталкиваться с ограничениями. Вы будете думать, «Ой, это освободит меня! Этот человек сделает меня счастливым!» Что по-другому снимет с меня ограничения. Но тот же самый человек после короткого периода счастья может стать самым большим ограничением в вашей жизни. Поэтому не ищите то, что нельзя найти. Не надо убегать от ограничений. Найдите новые отношения с тем, что выглядит как ограничение. У вас чувство, что все плохо, что все должно идти не так, нечто должно быть лучше, чем оно сейчас есть. Да, может быть. Попробуйте что-нибудь другое. Например, пожить где-нибудь в другом месте. Через какое-то время все будет то же самое. Просто скажите «да» тому, что есть, и само ограничение станет открытостью посредством «да». В этом красота. Прежде казалось, будто универсум устроен таким образом, чтобы фрустрировать вас. Почему Бог позволяет это? Многие так и живут в подобного рода отношениях. Они обозвлены. Все специально сделано так, чтобы затруднить мою жизнь. Так им кажется. Но вот отношения меняются в сторону позволения быть тому, что есть. Рано или поздно ограничения придут. Такова жизнь форм. Но больше нет сопротивления. Нечто открывается там, где прежде было ограничение. открывается проход в неимеющей формы, в неограниченность. Так работает ограничение, которому сказали «да». Таков крест. Смысл креста в том, что распятие означает ограничение, высшую степень ограничения, невозможность двигаться, тотальное ограничение. Затем наступает сёренде перед лицом неизбежности. И неожиданно крест превращается в символ божественного измерения. Инструмент пыток становится символом божественного. Христиане перестали видеть, какая мудрость заключена здесь. Один из глубочайших символов человека остается совсем непонятым. Он превратился в формальную структуру веры. Но смысл креста состоит в том, чтобы воспринять единость божественного измерения и измерения мира форм, ограниченного и безграничного. Они едины. Посредством мира форм достигается прикосновение к божественному. Проходя сквозь форму, а не убегая от неё. Таким образом, узнавание этого и будет нашей духовной практикой. Глубже и глубже погружайтесь в это. Такова ваша практика на эту неделю. Используйте любые ограничения, какие вам здесь встретятся. Разумеется, здешняя красота тоже годится для духовной практики. Используйте всё мудро. Используйте момент настоящего мудро, правильно. Он бесценен. Он единственное, что реально существует. Всегда. Прикосновение к вечности. День первый. Отречение от мысли. Часть вторая. Прозвучал призыв пробудиться. Дело конечно не в том, что кто-нибудь здесь уснул. Проснуться, пробудиться, сон, мысль, нормальное состояние сознания. Что есть нормальное сознание по отношению ко сну? То же самое, что пробужденное сознание по отношению к нормальному сознанию. Термин пробужденное сознание был впервые использован несколько тысяч лет тому назад. Нормальное сознание по отношению к пробужденному очень похоже на сон или на блуждание в грезах. Таким образом, духовное пробуждение означает пробуждение от грез мысли, от тотальной отождествленности с этими образами. Не то, чтобы мысли не будут больше возникать, они будут, но при этом вы поселяетесь за пределами мыслей в состоянии присутствия, тишины, пробужденности. в состоянии безмолвия, в котором ничего не знаешь и при этом знаешь всё. Сегодня утром мы говорили о портале в это состояние, о выходе из ловушки мысли. Этот портал Сёренде тому, что есть. Другим порталом, который постоянно здесь, является состояние сознания, из которого сейчас рождаются мои слова. Оно не является личным качеством, личным достижением. Иначе возникла бы очередная форма идентификации. мы говорим о том, что за пределами форм, о состоянии сознания, из которого сейчас появляются слова. Вы можете, так сказать, настроиться на него, стать более восприимчивыми к этому состоянию сознания, которое можно описать как пробуждённость, как глубоко расположенные за всем безмолви. Слова, звуки – это указатели «за». Обычно, когда вы целиком идентифицированы с мыслью, вам интересны слова. Вы в нетерпении, когда появится следующее предложение, следующая концепция, следующая идея. Может показаться, что мы недостаточно быстро продвигаемся. Поток информации недостаточен для ума. Если вы обнаруживаете в себе некоторые нетерпения, беспокойства, это означает мало, недостаточно, «пожалуйста, больше». Так проявляется уловленность умом, уловленность в чувство «я», основанное на мыслях. Поиски «еще», «больше», полученного здесь недостаточно. Другое состояние «присутствие здесь». Открытое пространство пробужденности. Вы можете настроиться на него, на это поле, из которого рождаются слова. Необусловленное сознание. Конечно, каждое слово несет в себе прошлое. Все слова стары, и все же нечто необусловленное может присутствовать и в словах. Некая сила за их информационным значением. Этот портал постоянно здесь, но он может ввести вас в заблуждение, если вы смотрите только на содержание слов. Если вы ищете содержание, вы пропустите измерение, которое действительно имеет значение. Содержание слов весьма малая часть разговора. Итак, вы настраиваетесь на глубоко лежащий уровень. еще один способ попасть туда это осознать глубинную тишину. Вы слышите как тихо в зале. Вы замечаете безмолвие за словами и между слов. Поначалу кажется, что это нечто внешнее. Это тишина зала. В некотором смысле это верно. Затем вы можете подумать, что эту тишину несут в себе внешние формы. Это тоже верно. Но на самом деле в тот момент, когда вы замечаете ее, возникла тишина в вас. Потому что только тишина может заметить сама себя. Вы узнаете о ее присутствии непосредством мысли, а уловив пространство безмолвия, которое за мыслью, за формой. Мысль форма с помощью мысли туда не попасть. в момент, когда происходит чудо и вы осознаете пространство безмолвия, вы внутри себя выходите за пределы мысли и входите в область необусловленного сознания. Вся сфера ума обусловлена. Мысль есть сознание, принявшее форму. сейчас в зале возникает пространство сознания, которое мы называем необусловленным. Оно здесь. Вы замечаете это, осознавая мало кто может сказать, что осознавая, но вы сейчас воспринимаете его. Это слегка мистическое утверждение. вы осознаете ничто. То, чего нет. Обычно в этом мире никто не осознает. Вернее, мало кто осознает это измерение. Пространство, находящееся за обусловленностью, неотделимое от того, кто вы есть. Вы это, но вы не знали этого. В общепринятом смысле люди ищут самопознание в виде узнавания о себе того, чего они не знали прежде. Узнавание чего-то, порождаемого дуалистическими субъект-объектными отношениями. Я знаю себя. вы расщепляете себя надвое. В этом смысле вы не можете узнать ничего не обусловленного формы. Оно не может быть узнанно, пока не станет объектом познания. Становясь объектом познания для самого себя, вы узнаете не о себе, а о форме, в которой вы проявляетесь. Вы не сможете познать себя, даже пройдя десятилетний курс психоанализа. Вы много узнаете, чего не знали прежде. О вашем детстве, о стереотипах поведения, о ваших автоматических реакциях, много чего еще интересного. Через десять лет психоаналитик скажет, ну вот мы подошли к концу нашей терапии. Ваше знание самого себя теперь полное. И он вручит вам объемную папку, содержащую все ваше знание. Вы говорите, о себе я теперь знаю все, мое самопознание свершилось. Но вы забыли о я. Кто тот, который знает? И что это, что он знает? Он знает обусловленной форме. Забыть сам познающий. Познающий не может быть познан. познающий есть самопознание. Поэтому так трудно говорить о подобных вещах. Язык функционирует в мире дуальности. Сама структура предложения предполагает разделение на субъект и объект. Вот почему духовные учения сообщаются с помощью парадоксальных изречений, метафор, символов, которые указывают за то, о чем в них говорится. Итак, здесь в зале мы входим, вернее, позволяем возникнуть пространство сознания, которое предшествует всякому знанию. прежде чем вы познаете какой-нибудь объект, возникает познающее пространство. Чудо в том, будьте внимательны к словам, не принимайте их на веру как абсолютную истину. Чудо в том, что вы можете узнать себя, как это воспринимающее пространство, выходящее за рамки дуалистической парадигмы мира. Но пока забудьте об этом. Давайте вернемся к теме. Станьте внимательными к лежащему в глубине всего пространству безмолвия. Ваше внимание теперь не целиком поглощается происходящим вокруг. Слова они могут быть очаровательными. Возникают объекты ума, но ни один не удовлетворит вас. Никакое мое утверждение не будет достаточным. Их много, но ни одно не дает окончательного ответа. И что тогда? Вы больше не очаровываетесь тем, что возникает. Сейчас это слова. Они возникают. Целостное внимание больше не тонет в происходящем. Другими словами, ваша реинкарнация в эти формы теперь не носит тотальный характер. Вы реинкарнируете каждый раз, когда целиком идентифицируетесь с потоком мыслей. Вы реинкарнируете в «Я», в этот поток мыслей. Вы целиком в нем. Вы постоянно перевоплощаетесь в возникающие феномены, будь то нечто внешнее или ваш жизненный опыт. Они для вас принимают абсолютное значение. Это очень глубокое чувство наступления конца реинкарнациям, когда вы больше не идентифицируете себя с формами, когда исчезает вера, что вы есть форма. здесь мы в основном говорим о мысле формах. Навязчивое реинкарнирование в следующий поток мыслей, желание снова быть тотально очарованным ими, постоянное желание больше, чтобы реинкарнация была полной, завершенной. И никогда не получается. Таково нормальное состояние сознания. Большая часть населения планеты пребывает в этой ловушке. Нечто другое решительно возникает в наши дни. Оно рождается здесь. Итак, слова. Вы обращайте на них часть внимания, но не все, как раньше. Вот вы сидите и слушаете. Часть внимания на слова, часть на пребывающие за всем безмолвие. Когда вы делаете так, в вас рождается сознание необусловленной формой. И ум начинает стихать. Но вы не теряете сознание. вы полностью пробуждены. Вы осознаете тишину. Тишина. Так проявляет себя безмолвие. Безмолвие есть необусловленное сознание, само осознавание. Вы осознаете из этого состояния. Звучит дуалистически, но такова специфика языка. Вы осознаете сознание, когда воспринимаете безмолвие. В тот момент, когда вы обращаете внимание на тишину, вы становитесь безмолвим. В начале кажется, что вы имеете дело с внешним феноменом. Вы обращаете свое внимание на что-то вовне и замечаете в себе особую пробужденность. Вы осознаете тишину. вы не можете воспринять безмолвие посредством думания. Тишина не существует для мысли. Мысль всегда что-нибудь говорит. Например, «О, вот тишина, как хорошо», или «О, только что была тишина, была, всего минуту назад, как вернуть ее обратно». Забавное переживание, потому что безмолвие всегда здесь. Все эти дни вы будете изучать, что это значит, осознавать пребывающее за всем измерение. Не только находясь в зале, но и когда вы уйдете отсюда, станете разговаривать, опять тотально погруженное в восприятие органами чувств, тотально реинкарнирующее возникающий поток мыслей. Однако несите в себе пребывающую за всем осознанность. Вы выходите в сад, на реку, возникают различные ощущения, вы осознаете их, некоторые очень красивые, иногда будут отвратительны, таков мир, а вы наблюдаете. За восприятием чувством у вас пространство пробужденного, безмолвного присутствия, в котором и происходит восприятие чувством. Это означает, что больше нет маниакального реинкарнирования в очередной поток мыслей. подлинная радость возникает из состояния присутствия. Очень утонченная радость. Некоторые учения называют ее счастьем, но я бы не стал использовать это слово. Скорее всего, имел место неточный перевод. Это радость внутренне присущего. я называю ее радость бытия. Она не зависит от того, какие формы возникают в данный момент. Игра форм может вам нравиться, но настоящая радость приходит не от форм. Если радость от форм, это не радость, это удовольствие. Мы получаем удовольствие от новых на короткое время они делают нам хорошо. Затем форма покидают нас и делают нам плохо. Хорошо, так сказать, трансформировалось в плохо. Если форма доставляет вам радость, это не глубокое чувство. Такая радость не является внутренне присущей частью вас, не является вашей природой. форма дает вам удовольствие. Удовольствие существует в сфере противоположностей. То, что дает удовольствие, также приносит с собой боль, когда оставляет вас или когда оборачивается в свою противоположность. Часто такое во взаимоотношениях. женить бы развод, удовольствие и боль или в бизнесе прибыль убытки. Рамана Махарши сказал, конечно, это перевод, он может быть не абсолютно корректный, он сказал, счастье это ваша подлинная природа. Мне кажется, в оригинале было несколько иначе. Я бы перевел радость это ваша подлинная природа. Не ищите радость, вы создадите только новый умозрительный объект, не надо ее искать. Перестаньте постоянно реинкарнировать, это так просто. Наша сессия может оказаться полезной, однако ее польза за пределами слов. Они полезные указатели, но в нашей встрече есть нечто большее, чем слова. Итак, будьте внимательными к измерению находящемуся за пределами слов, к измерению за пределами мысли. Мы идем туда, чтобы узнать, что это сознание свободное от мысли. Таков следующий шаг в эволюции человеческого сознания, знаменующий собой конец мыслям. Человечество. Человеческое сознание, тотально функционирующее как мысль. Говорят, оно началось в эдемском саду. Символическое выражение возникновения мыслей «человек вкусил плод с древа познания добра и зла». Оценочное суждение «родилась мысль, эдем утрачен». Когда-то я уже говорил, что «эдем» в переводе означает «место радости». возникла мысль великое достижение. Но постепенно, за многие тысячи лет, произошла полная идентификация человека с мыслью. Он превратился в мысль. Человечество должно пройти сквозь это состояние сознания. Оно становится все более и более дисфункциональным. Возьмите историю двадцатого столетия. Ужас, безумие. Мы подошли к концу временного периода. Не знаю, есть ли подобные у вас в Индии, но на Западе встречаются люди с плакатами «Конец близок». Мы подошли к концу. Возможно, они не осознают, насколько они правы. я бы добавил еще одно слово к их надписям. Мы подошли к концу времени. Идентифицированность, тотальная стоянность смысля. Так время управляет человеком. Он функционирует в дихотомии прошлое и будущее. Он живет в памяти и в своих ожиданиях. на это совершенно ограниченная и ложная форма самоидентификации. Мы выходим из нее. Возникает новое состояние сознания. Учение будет полезным. Оно ни на что не укажет человеку, в котором новое сознание уже само не начало проявляться. Оно здесь. Оно уже проявляется. этот ретрит не более чем вспоможение при родах. Не более чем акушерка. Не знаю, как это сказать в морском роде. Я здесь не для того, чтобы создать новое сознание. Это стало бы очередной фрустрацией для вас. И вы здесь не для того, чтобы заставить его проявиться в себе. Это тоже будет фрустрацией. Представляю, как на шестой день нашей сессии вы говорите «Я ожидал великих духовных переживаний, а так ничего и не произошло. Я все ждал, ждал». Но от того, что вы искали что-то, вы пропустили ничто. Когда вы ищете, вы реинкарнируете в разного рода жизненный опыт, но чувствуете, что главного вы не получаете. А если и получаете, восклицая, какое ценное духовное переживание у меня здесь было, то приехав к себе домой, через несколько недель появляется желание вернуться сюда еще раз. Мне нужно снова поехать в Индию. Оно там. Таким образом, сущность нашей встречи очень проста и одновременно неуловима. Вы легко можете впасть в заблуждение, если будете слишком полагаться на свой ум. Не только здесь в зале, но и везде будьте пространством пробужденного присутствия. Вы чувствуете его здесь, глубоко пребывающим за всем, и познаете, что это значит. Красота быть свободным от мыслей. Но не ищите специально это состояние. Оно приходит само. За один миг вы освобождаетесь от миллионноветней обусловленности. Если вы захотите освобождаться от обусловленности по кусочку, часть за частью, вы никогда не увидите конца. Так она велика. И так необусловленность формой возникает как состояние сознания, свободное от мыслей. Вот и все великое учение. На это состояние оно указывает. Иногда напрямую, иногда косвенно. когда Рамана Махарше спросили, как вы оцениваете духовный прогресс человечества, он ответил, многим это не нравится. Они говорят, что ничего подобного не было. Но он сказал, степень отсутствия мыслей в уме, вот мера вашего духовного продвижения. Говорят, что он имел в виду нечто иное. Кто так говорит? Мысль. Она пытается убедить, что ничего не было сказано. Будьте осторожны. Не принимайте свободу от думания, как ваше состояние в будущем, которое следует достигнуть. У вас не получится достигнуть. Она не то, что можно добавить к себе. Свобода от мыслей величайшая из отречений. И только она в своем пределе является подлинным отречением, а не чем-то похожим на отказ от секса, от собственности, от определенных продуктов питания или что-либо в этом роде. Предельное отречение, да, я так и скажу, это отречение от мыслей. Мысль будет пытаться убедить вас, что подобное отречение вернет вас в состояние капусты, а человеку нежелательно опускаться до состояния овощей. Верно. Мы не хотим превращаться в капусту. Это состояние прекрасно для капусты. Она живет в единстве с тотальностью бытия, весь растительный мир, вся природа в единстве с безмолвием. Абсолютно правильно капусте быть капустой, но не такова судьба человека. Не возвраты в вегетативное или в животное состояние, хотя по сравнению с жизнью человека жизнь природы и растений более здоровы. Это норма здоровья, из которой человечество вываливалось во все более и более дифференцированная форма самоидентификации. Оно потеряло связь с источником. Мало что ушло так далеко от своего источника, как человек. Любое животное глубоко укоренено в бытии в сравнении с невротичным человеком. Посмотрите, как двигается животное. Оно целиком само как есть, не стараясь быть никем. Животное свободно от мыслей, хотя начатки мыслительных процессов наблюдаются и в них. Однако не пытайтесь идти назад. мы идем за мысль. Мы поднимаемся над мыслью. Но мы не утрачиваем способность мыслить. Просто мы не занижаем себя своими мыслями. Мы больше не в их ловушке. Мы пользуемся мыслью как инструментом, когда это необходимо. Мы используем ее в определенных обстоятельствах. Ситуация требует решения, возникает вызов жизни, он возникает сейчас. И прежде чем возникнет мысль, уже существует внимание. Оно направляется на ситуацию. Это внимание и есть сознание, свободное от мыслей. Вы целостно смотрите на ситуацию из своего безмолвия, из пробужденного внимательного безмолвия. Оно смотрит. В этом смотрении заложена колоссальная разумность. Смотрение в широком смысле слова. Не обязательно глазами. Все внимание уделяется ситуации. Полное внимание. И тогда происходит спонтанное осознавание, что нужно делать. Рождается конкретное действие. Либо мысль, которая затем переходит в действие. И оно будет правильным для данной ситуации. Мысль по-прежнему в работе. Так бывает у творческих людей и у людей, отличающихся особой изобретательностью. Они иногда не отдают себе отчета, что обладают способностью, пускай на несколько секунд, быть в состоянии сознания свободом от мыслей. И это состояние творчества. Оно возникает из безмолвного, пробужденного присутствия. Такова высшая степень разумности. Не обусловленная ничем разумность. Так она проявляется. Действие происходит. Мы не стараемся сделать что-то. однако многие имеют доступ к этому состоянию только в рамках своей профессии. И когда они выходят из сферы своей деятельности, они становятся такими же невротиками, как и все остальные. Итак, мы идем за пределы мысли. Не назад. Мы шагаем за. Таково предназначение человека. Оно актуализировалось сейчас. Настало время ему набросил, потому что безумие, производимое прежним состоянием сознания, тоже многократно усилилось. Дисфункция углубляется, но в то же время возникает новое состояние сознания. Старое еще не достигло конца своего безумия. Новое рождается параллельно с ним. Проявление старого сознания можно наблюдать повсюду. Ему нужны конфликты и проблемы. Из этого состояния сознания рождается насилие. Неизмеримое страдание люди причиняют другим и себе в том числе. Безумие продолжается на планете. Достаточно посмотреть новости по ТВ или почитать газету. Так было и в двадцатом веке и до него. Новое сознание возникает. О нем редко упоминается в средствах массовой информации. Но иногда все же упоминается. Его еще не так видно на поверхности. Вот почему мы здесь. Но не для того, чтобы заставить его возникнуть, а чтобы позволить ему проявиться. мы только открываем дверь шеи. Мы все меньше и меньше сопротивляемся ему. Ваша практика будет состоять в том, чтобы постоянно, только не превращайте это в требование к себе. Конечно, вы будете возвращаться в поток мыслей, будете реинкарнировать в новые потоки мыслей и будете просыпаться от этого. вы заметите, как сильно отличаются обычные состояния и состояние пробужденности. Тяжелая плотная энергия и неожиданно выход наружу. Подобно тому, как вы летите в самолете сквозь облака и вдруг выныриваете. Облака под вами, а вокруг бесконечное прозрачное пространство. облака по-прежнему здесь, но вы больше не в них. Вы гуляете в саду или вдоль реки. Наблюдайте, как вы пребываете в состоянии, когда восприятие чувствами не поглощает ваше внимание полностью, как больше не возникают ментальные ярлыки. Внимание остается свободным пространством восприятия. Другими словами, вы воспринимаете в безмолвии и посредством безмолвия, без необходимости тут же давать всему ментальное обозначение. Вы смотрите на цветок. Вы знаете без словесного называния, что это цветок. Вы видите, как он прекрасен, без говорения себе, что он прекрасен. Вы осознаете бескрайние знания за ментальными ярлыками и концепциями. Вы познаете глубже, чем могут дать ярлыки и концепции, потому что ваши чувства воспринимают глубину, которую вы называете цветок. Воспринимают жизненность, которую вы называете цветок. Это тайна, которой нельзя выразить словом цветок. Это тайна, заслоняемая ярлыком цветок. Ярлык снабжал вас иллюзией знаний. А теперь вы знаете, что это обозначение есть на самом деле. Просто звуки. Вы создаете ртом звуки. Разговор ума вы преобразуете в звуки, и это дает иллюзию, что вы знаете то, о чем говорите. Детей обучают языком. Всякий раз иллюзия укрепляется, когда вы говорите ребенку, это называется так-то и так-то. Я сейчас забыл, как называется этот цветок на столе. Гладиолус. И это гладиолус. Ребенок верит вам. О, ужас! Но что вам остается делать? Вы не можете сказать «Не называй его никак». Это тоже не сработает. Но можно сказать ребенку «Иди сюда, потрогай это, понюхай, смотри». И только какое-то время спустя, кстати, мы называем это так-то и так-то. вместо того, чтобы утверждать «Это есть тот и тот». Так создается некая дистанция между ментальным ярлыком и ребенком. В противном случае он начинает полностью верить ментальным обозначениям, все больше и больше затягиваясь в ловушку концепции названий. И наконец, к 18 годам он полностью в тюрьме концептуализированной реальности. Тотальная обусловленность. Окружающая культура обуславливает вас, наполняет вас своими ярлыками. Вы живете в концептуализированной реальности, не подозревая, каким мертвым универсум в ней стал. Точно так же вы концептуализируете собственное «Я». Вы превращаете себя в ментальную концепцию. В этом причина незнания «Кто вы есть». Здесь коренится ложное чувство «Я». Это ложное «Я» ничто не воспринимает таким, как есть. Все подвергается интерпретации этой обусловленности. Все искажается и умертвляется этой обусловленностью. Так люди живут. Такова наша цивилизация. Удивляет, насколько безумна эта цивилизация. Конечно, это перестает удивлять, когда видишь, из какого состояния сознания она проистекает. «И вот вы выходите из компульсивного давания всему ментальных обозначений. Вы ходите по территории лагеря, гуляете в саду вдоль реки. То, что возникает, это состояние, свободное от ярлыков. Когда они появляются во время прогулки, это, конечно же, мысли. Вы узнаете их. Вы просто замечаете их. Они возникают и исчезают. Появляются другие. Окей. Или вот идет кто-то навстречу. Возникает ментальное суждение относительно внешности этого человека. Вы признаете это мысль, не более того. Вы больше не верите в нее целиком. Вы больше не целиком в ней. Вы позволяете ей быть и возникает зазор, в котором отсутствуют ярлыки. Кажется, что вы все забыли и ничего теперь не знаете. Некоторых это слегка пугает. Они привыкли обо всем выносить суждения, все классифицировать. Но теперь они видят, какое прекрасное, наполненное жизнью, это новое состояние ненавешивания ярлыков. Великая разумность приходит в действие. Это неограниченная умность человеческого ума, маленького аспекта необъятной разумности, которой в пределе вы и являетесь. Вы немного превращаетесь в ребенка, ум которого еще не обременен ярлыками. В ребенка, который с интересом смотрит на все, потому что все ново. Еще не накоплено груда обозначений. Ребенок смотрит из состояния удивления, потому что все для него ново и наполнено жизнью. В его распоряжении еще недостаточно ментальных средств, чтобы умертвить мир. Ребенок открыт и пробужденно внимателен. Вы понимаете, что данный пример лишь небольшой указатель. Вы не деградируете, вы идете за состояние, похожее на состояние ребенка, не обремененного словесными названиями. Некое сходство с животными, которые пребывают в великой подключенности к единому. или возьмите жизнь растений, глубочайшая связь с бытием, с безмолвием, поэтому они целиком и полностью сами собой. Иисус сказал, «Истинно говорю вам, станьте как дети, если хотите войти в Царствие Небесное». Это похоже на состояние ребенка, но вы прошли сквозь мысль и вышли с другой стороны. Снова невинное восприятие, свежее, новое, живое. Поэтому вы радуетесь игре феноменов. В вашей стране такое обилие форм жизни, удивительная игра феноменов. Люди, гуляйте и всего лишь осознавайте пространство своего присутствия. Узнавайте себя, как это сознание, неконцептуально. Воспринимайте посредством безмолвы. Периодически будут вторгаться ярлыки. Нет проблем, потому что вы уже знаете, что это движение ума. Оно скоро спадет. Ему на смену придет другое движение ума. И оно спадет тоже. Возможно, придет большое движение ума, и на целый час целиком захватит вас. Пусковым моментом может стать нечто в вашей комнате или что угодно. Но в конце концов утихнет оно может возникнуть желание «пора выбираться отсюда». Да, вы можете уехать. Но вы можете и остаться. И то, и другое хорошо. Если вы останетесь, вы научитесь здесь Сёрнда. Если вы уедете, вы будете учиться Сёрнда там. Итак, пробудиться означает выйти из многомиллионнолетней обусловленности, из ума. Отсюда рождается наше учение. В противном случае я бы учил вас по заранее заготовленной схеме. Большая работа. Мне бы пришлось наполнять информацией эти шесть-семь дней. О, нет. Слова приходят сами из безмолвия. Оно порождает учение. Мне же остаётся делать не так уж много. Подобное состояние пробуждённости может стать образом жизни. Неважно, чем вы занимаетесь. Всё уже сделано для вас. Всё достигнуто. Вы больше не в состоянии борьбы, не в конфликтных взаимоотношениях с миром. не в стремлении завершить себя, добившись того или другого, стараясь в чём-то преуспеть, стать кем-то. Неожиданно всё оказывается уже сделанным для вас. Иисус тоже говорил о пробуждённости, предупреждая, оставайтесь бодрствующими, не впадайте в сон. У Кришнамурти есть книга с замечательным названием «Пробуждение разумности». Действительно это так. Идёт пробуждение подлинной разумности, а не ограниченной способности решать айкью-тесты. Ничего плохого, конечно, в последнем нет, но первое бесконечно больше второго. Красота тоже может быть учителем. Кришнамурти указывал на то же самое. Не прямо, потому что он любил учить в традиции отрицания. Он задавал вопросы аудитории. Можем ли мы получить искомое посредством думания, посредством мысли? Множество вопросов по поводу того, что может вам дать мысль. Возможно ли с ее помощью получить желаемое? Конечно, нет. Он бы, конечно, не согласился, но все его учение говорит вам «Не думайте, поднимитесь над мыслью». Но тогда это было бы учение посредством утверждения, а он предпочитал учить через отрицание. Тоже сильная традиция. Те из вас, в ком в достаточной мере возникло новое сознание, уже поднялись над мыслью. Другие только начинают подниматься. Первые могут сказать «нет мысли», говоря «да» тому, что есть. Нет мысли, просто выбрав это. Здесь нет проявления силы воли. Подавить мысль силой воли можно на короткое время, но котел будет продолжать бурлить, и в какой-то момент мысль опять вырвется наружу, более сильная, чем прежде. Стало быть, этот метод не работает. Те, в ком пробудилось новое сознание, просто выбирают сделать шаг из мыслей. Нисаргадата Махарадж определяет медитативное состояние как радикальный отказ от убежища в мысли. Если посмотрите на его фотографии, вы сможете заметить, насколько он радикален в этом. Немногие могут сказать, что утверждение решения проблем в выходе из убежища мысли истинно для них. Только те, в ком уже достаточно пробудилось новое сознание. Но не следует рассматривать это как волевой выбор, иначе вы вступите в спор с учителями, утверждающими, что выбрать ничего нельзя, и так далее, и тому подобное. И это выглядит как выбор, как будто есть делатель. С точки зрения формы, это похоже на акт выбора. Я отказываюсь иметь мысли. Вы идете через сад, отказавшись думать, будто бы вы выбрали думать или не думать. Но как делается этот выбор? Настоящее в значительной степени уже возникло у вас, и благодаря его возникновению вы можете сказать «Я делаю выбор». Так кто выбирающий? Если бы настоящий не возникло, не было бы никакого выбора. Настоящий вне персоны. Присутствие в настоящем эволюционный этап универсума. Он, тотальное единое, сейчас проходит через него. «Языка». Опять мы сталкиваемся с относительностью языка. На одном уровне рассмотрения вы можете сказать «У меня есть выбор», на другом уровне «У меня нет никакого выбора». Ни одно утверждение само по себе не является абсолютной истиной. Все зависит от точки зрения. Оба утверждения одинаково верны. Ум не любит когда так. Удивительно участвовать в эволюции сознания на планете. Через вас оно хочет расцвести, а вы думаете, что вы это маленькая персона, постоянно желающая чего-нибудь, защищающая себя от того или нового. Когда возникает необусловленность, когда возникает безмолвие, посредством которого вы воспринимаете мир и посредством которого всему позволяете быть. Это позволение настоящему моменту быть, это безмолвие, это новое состояние сознания является сакральным измерением. Это единственное измерение, где обитает святое. Оно всегда там, но заслонено. Святое всегда спрятано в сейчас. Почему оно спрятано? Потому что вы не в сейчас. Оно заслонено вашим ментальным шумом. Когда ваше внимание входит в сейчас, вы понимаете, что сейчас все святое. Не имеет значения, какую форму оно принимает. Святость заключена не в самой форме, но она включает в себя и форму. Она бесконечное пространство сейчас. Таково измерение сакрального – пространство сейчас. Итак, здесь за лагерем священная река. Когда вы будете там гулять, вы можете вступить с ней в общение, если войдете в безмолвное пробужденное присутствие, если будете рядом с ней, не подтаскивая ярлыков, не концептуализируя. Прикосновение к вечности. День второй. Смерть, умирание величайший портал. Часть первая. Итак, нормальное состояние сознания, погруженность в думание сменилось состоянием внимания. Это значит, что сейчас более важно, чем прошлое или будущее. Вы осознали, что это сама жизнь. В нормальном состоянии сознания прошлое и будущее важнее, чем сейчас. Таким образом, нормальное состояние сознания, а вернее состояние бессознательности, характеризуется молчаливым полаганием, что прошлое и будущее более важны и могущественно, чем сейчас. однако наступает момент, когда вы понимаете, что сейчас это единственное, что реально существует. Жизнь может быть только сейчас. Вы почитаете жизнь, почитая настоящий момент. Прежде сейчас смутно существовало на периферии вашей жизни. Вы отдаленно осознавали его, будучи полностью поглощены прошлым и будущим. Теперь прошлое и будущее ушли на второй план. В некоторой степени они нужны, чтобы функционировать в этом мире. вы как форма не можете выйти из происходящего. Вы находитесь в потоке времени, подобно тому, как если бы вы находились в поезде. Он не собирается останавливаться, и вы не можете выйти из него. Недавно я был на встрече людей, которые не видели друг друга лет двадцать. Они были в шоке, что время делалось человеком. Мой Бог, что время сделало с тобой? Да, на уровне форм, кажется, время существует. Вы объект для времени, объект для изменчивости, который подразумевает время. Скоротичность всех форм. Любая форма приходящая. В тотальной отождествленности с формой вы не отдаёте себе в этом отчёта. Вы пребываете в состоянии страха и желания. Когда вы идентифицированы с формой, вы не знаете о её временности. Удивительным открытием становится как скоротечной формы. Это осознание начала освобождения. Не интеллектуальный факт, в который вы верите, а реальное видение, как коротка жизнь всех форм. С возрастом это становится всё более ясно. В 60, 70, 75 лет ваши знакомые начинают умирать один за другим. Моя мать говорила, что не осталось никого, кого она знала. Все ушли. Такое в природе повсюду. Наблюдение за смертью действует освобождающе, потому что одновременно вы осознаёте, что существует нечто за формой. Если бы мир был цариком зелёный, зелёного цвета не существовало бы. Мы бы не могли его вычленить среди других. Точно так же, если бы существовали только скоротечные формы, вы не осознавали бы их скоротечность. Но факт, что вы знаете об их скоротечности, означает, что есть нечто, что не исчезает. Поэтому размышления скоротечности и изменчивости всех форм освобождают. В процессе созерцания вы позволяете быть этому моменту быть форм как знаки проходящего времени они сморщиваются. Посмотрите на яблоко или на человека. Что случается с яблоком, тоже происходит и с человеком. Время одинаково влияет и на то, и на другое. Вот свежее яблоко, вот молодой человек двадцати лет. Затем время проделывать свою работу и спустя пятьдесят лет – это совсем небольшой отрезок времени – кругом морщины. Но в человеке заключена потенция свести сознанию сквозь увядающую форму. Не знаю про яблоко, пусть оно скажет само про себя, но в человеке скрыта великая потенция, портал в состоянии освобождения. И этот портал формы, которые движутся к исчезновению. Все формы в конце концов растворятся. Не ожиданно вы видите это. И не только пребывая здесь, но везде. Вместо реакции отрицания вы позволяете этому быть. Невероятная умиротворенность в наблюдении за тем, как форма возникает и исчезает. То, что знает, оно находится вне форм. В литературе есть много произведений, напрямую не говорящих ни о чем таком, что находится за формой. Они только показывают вам непостоянство жизни. И через это они становятся духовными произведениями. Можно и не говорить, что находится за изменчивой природой. Просто показать вам ее непостоянство. Такое произведение духовное, потому что оно превращает вас в наблюдателя. сонеты Шекспира по скорому виданию красоты, как быстро время уносят ее с собой. Их чтение становится духовным опытом, потому что они помещают вас в позицию наблюдателя, в состоянии видящего скоротечность. Даже то, что выглядит как развлечение, на каком-то уровне так оно и есть, в фильме «Титаник» показывается, что все формы умирают. Подобно актерам на сцене, они играют свои роли. Вы наблюдаете за смертью. Можно сказать, что настоящим предметом нашего сегодняшнего разговора является смерть. Формы растворяются, разрушаются. Смерть. В одном духовном писании говорится об умирании до наступления смерти. Здесь заключена глубокая истина. В некотором смысле мы собрались здесь ради нее. В наставлении сказано смерть найдет вас. Она уже обнаружила вас, поскольку все мы медленно умираем. И в конце концов она схватит вас. Найдите смерть прежде, чем она найдет вас. В этом суть духовных практик увидеть смерть, объяв ее, что означает конец отождествлению себя с формой, конец идентификации, конец возникновения чувства «я» по-растекающему из форм. Нормальное состояние сознания это отождествление себя с формами двух видов. с физической формой идентификации со своей внешностью с телом. У некоторых она очень сильная и составляет значительную часть чувства «я». Далее идентификация с психологическими формами, ментальные структуры, наборы мыслей с сопутствующими эмоциями. Оба вида идентификации формируют собой накопленное содержание ума, образ «кто я есть». То, что мир говорит мне «кто я есть», кем предписывает мне быть окружающей культуры, или моя реакция против того, что мне внушают «кто я есть». Все равно я не свободен от психологической идентификации, поскольку всякая автоматическая реакция признак предварительной обусловленности чем-либо. психологическая форма «я» это моя история. По большей части она персональна, но может представлять собой смесь с коллективной историей «мы». Мое племя, моя нация, моя религия. Это психологические формы «мы». Каждый человек имеет историю «я», и каждый знает, что это «я» не удовлетворено своей историей. Характерная черта истории не удовлетворять, не устраивать в продолжительной перспективе. История «я» базируется на идентификации с формным, на желании полноты жизни, на стремлении к освобождению. Но сама структура «я» против всего этого. Сама структура идентификации с умом не позволяет наступлению желаемого. Структура «я» основана на борьбе, неважно с чем, на стремлении отличаться от другого. Она основана на чувстве разделенности. Для своего выживания она нуждается во всем этом. идентификацию с телом продолжает идентификация с психологическим «я», с представлением о себе «я» есть тот и тот. У кого красивая внешность, у того психологическое «я» тесно связано с телом. На время это доставляет удовольствие, чувство «я». В нем все относительно. Вы сравниваете себя с другими и стараетесь быть больше них, превосходить их. Если не получается превосходить в позитиве, быть красивее, сильнее, тогда вам остается чувствовать себя несчастнее других. Это тоже работает. Некоторые люди, не имея положительной идентификации в виде обладания большим знанием, большей красотой, большей силой или большим количеством денег, могут чувствовать себя более несчастными, чем другие. Вы думаете, что жизнь поступила с вами несправедливо. Это тоже приносит удовлетворение, потому что теперь вы знаете, кто вы есть. Вы начинаете искать подтверждение истории, основанной на образе вашего «я», серективно интерпретируя окружающей жизнь. Вы видите только то, что согласуется с вашей идентификацией. Вы выборочно интерпретируете реальность, формируется селективное восприятие. Вы идете по жизни, все, что вы воспринимаете, фильтруется и искажается образом «я». позволяется быть только тому, что подтверждает вас. Образ «я» набирает силу. Все интерпретируется в соответствии с ним. Вы думаете, что реальность такова, но таков тяжелый фильтр обусловленности, сквозь который вы взаимодействуете с миром. Постепенно формируется ваша жизненная ситуация, ваша история. И вы идете по жизни, ища добавить еще больше себя, больше будущего, никогда этого не находя. Затем вы сталкиваетесь со смертью. Умирает кто-то из близких. Вы осознаете неминуемость смерти форм. Или неожиданно случаются большие потери в жизни. Это другая форма смерти. Смерть того, с чем вы идентифицировали себя. Социальный статус, собственность, отношения. Формы исчезают. Формы, с которыми вы отождествляли себя. Формы, которые были вашим «я». Они растворились. Стихийное бедствие и еще одна форма смерти. Тот же самый эффект и в отношении ментальных форм. Травма, шок, потрясение ригидных шаблонов ума, за которые вы себя принимали. Вы больше не знаете, кто вы, вы не можете объяснить происходящее. Прежде у вас было готовое мнение. Когда люди спрашивали вас, вы все знали. Вдруг все объяснения оказываются несостоятельными. Смерть. Ее никто не ожидал. Вовая и религиозные люди начинают сомневаться в своей вере, когда кто-то из близких внезапно умирает. Этого не ожидалось. У меня контракт с Богом. В нем не предполагалась смерть. Формы умирают. Мысли формы умирают. Вся история жизни, построенная на идентификациях, может рухнуть перед лицом большой потери, в пределе перед лицом смерти. Вся история «Я» больше не имеет смысла. Большая утрата или соприкосновение со смертью несут в себе духовную потенцию. Не всегда эта потенция реализуется. Бывает серьезные потери или стихийные бедствия лишь делают вашу историю более тяжелой, более несчастной. Но великая потенция всегда существует. Смерть удивительный портал. Исчезновение формы. Когда форма исчезает, она оставляет после себя пустоту. Умер кто-то из близких или вы потеряли все свое состояние, все что угодно. Возникает дыра там, где прежде была красивая ткань вашего существования, вашей истории жизни, в которой все было на своем месте. Бывает так, что люди по многу лет живут аккуратно выстроенной жизнью. Вы удивляетесь, как такое возможно. Все в их жизни работает безупречно. Они будто вы сошли с картинки. Семья, двое детей, у всех делает тут хорошо, счастливый брак, красивый дом, хорошая работа, продвижение по службе, социальный статус, две-три большие машины. Все слишком хорошо. Как правило, если слегка поскрести по поверхности и заглянуть глубже, обнаруживается кое-что еще. Но будем считать, что они вполне счастливы своей безупречно организованной жизнью. Только вопрос времени, когда что-нибудь свалится. Потому что структуры лишь выглядят такими прочными. Страховой полис, целая корпорация поддерживает меня, у нее на счету миллиарды долларов, моя жизнь теперь застрахована, жизнь моей семьи тоже в безопасности, это надежный фонд. Но время нещадит и внешне прочные структуры. Шокирующий катастрофу 11 сентября, торговый центр, такая надежная структура, но было достаточно нескольких безумцев и она схлопнулась. Таким образом, только вопрос времени, когда что-либо подойдет к своему концу, когда надежность проявит себя как иллюзия и структура начнет разрушаться тем или иным образом. Если вы 10-50 лет своей жизни прожили в иллюзии, что данная структура надежна и прочна, то ее исчезновение будет большим шоком для вас. Вы не были к этому готовы. Однажды я гулял на севере Лос-Анджелеса в небольшом парке и наткнулся на старое разрушенное здание. Когда-то оно было частью имения и сгорело лет пятьдесят тому назад. Остался только прекрасный сад и руины. Сад разросся, сквозь руины проросли деревья. неожиданной неполадки с микрофоном. Ничто не прочно. Борный смех в зале. Здесь, в Индии, очень легко осознаешь это. Ничто не прочно. Мы здесь за этим. Наверное, поэтому эта страна дала миру столько мудрецов и просветленных людей. Здесь так очевидно, что у физических структур короткой жизни. Здесь нет чувства незыблемости. И так я гулял в парке. Городской совет в Малибу превратил развалины в духовное наставление. Вы входите в сад и читаете надпись «Внимание! Все структуры непостоянны». Я прочел эту сутру и сказал «Спасибо!» Прогулка в парке вокруг разлагающейся структуры очень обучающая. Была форма, не считая отдельная. И вот она возвращается в единое. Сейчас она на полпути между формным и не формным. Все разрушающееся на полпути между формой и не имеющим формы. Вон для чего мы здесь. Позволять всему быть и наблюдать. И это освобождает от формы. Еще от формы освобождает осознание, что ваша собственная физическая повозка похожий объект. Исчезновение неизбежно. Великий портал, знать, что осталось немного будущего для вашей идентификации с формой, может возникнуть страх, тотальный спазм, но в потенции всегда возможность перейти в состояние открытости. То нечто, что начинает проявляться сквозь исчезающую форму, есть необусловленное сознание. Форма разлагается, но цветение сознания здесь. В Ванкувере я был знаком с женщиной. Она часто приходила на наши встречи. Она сама постепенно стала эффективным учителем, но из-за болезни ее тело, ее форма начала разрушаться. Ей становилось все труднее и труднее ходить. Но она все же приходила на наше собрание. Свет сознания все ярче светил сквозь видающую форму. Смотреть в ее глаза было красиво. Надеюсь, кто-нибудь сделал ее фотографию. Смотришь в ее глаза и видишь, как свет необусловленного лучится из ее глаз. И сквозь ее форму вообще. Это красиво. Приходит смерть. Великий портал. У нее получилось сэр андрией, и он широко открылся. Не имеет значения, как долго форма была в этой жизни. Цветение состоялось, само сознание произошло, сознание расцвело в этой форме. Больше не требуется времени, сознание расцвело. Весь ход эволюции направлен к этому. Трудно объяснить словами, и невозможно до конца понять, происходящее далеко выходит за пределы понимания. Когда мы говорим, что эволюция универсума заключается в том, что сознание хочет расцвести посредством человеческих форм, и вообще с помощью всех форм. Нельзя сказать, что универсум выбирает для этого какую-то одну форму, потому что она для него более ценна. Сознание проявляет себя везде, где присутствует прозрачность форм. Неподатливые структуры ума уходят прочь, они умирают первыми. Умом созданное чувство «я», идентификации с «я», уходит. Для этого мы здесь. Раз уж вы приехали сюда, вы найдете смерть, прежде чем она найдет вас. Тяжелые ментальные структуры, мысли формы, с которыми вы отождествляете себя, умрут. Таким образом, цветение и сознание происходит здесь. И прежде чем смерть найдет вас, вы уже обняли смерть. Неважно, когда это случилось, главное, что сознание проявляется. Подобное может произойти с преступником, убившим несколько людей, навлекшим столько страданий на других и на самого себя. Посреди ада, посреди заключений в одиночную камеру, в ожидании исполнения смертного приговора, вдруг внутри вся ментальная эмоциональная структура я растворяется, потому что страдания невыносимы. Внезапно что-то засветилось сквозь. Уходит страх, будет приведен приговор в исполнение или нет. Два или три года тому назад я знал одну женщину. Она была проститутка, имела наркотическую зависимость, и со своим любовником они убили двоих людей топором. Несколько лет она провела в тюрьме, и в какой-то момент с ней произошло сэрэнде. Бытие для нее обрело ласковость и красоту. Ее даже перестало мучить вина, потому что чувство вины проистекает из бессознательной идентификации с потоком мыслей, с я. Я сделал это, я. Она видела ужас содеянного, но ничто не могло поколебать наступивший мир. Она больше не была той женщиной, сейчас она стала в раступившем сознании. Ее казинили. Позже они рассказывали, используя термины христианской традиции, такова была окружающая культура в месте, где она жила. Когда люди говорят о подобных превращениях, они используют определенные слова, связанные с их языком или культурой. Но если смотреть за слова, все не указывают на одно и то же. Некоторые, с кем произошло, даже не умеют о нем рассказать. Они просто смотрят на вас, а вы смотрите на них. Они могут быть неграмотными людьми, им нечего сказать, но вы видите, что просвечивает нечто более глубокое, чем может заключить в себе персона человека. Личность уходит. Это всегда священное, когда такое происходит. Раньше подобное происходило с небольшим количеством людей. Теперь положение изменилось. Такова судьба всех людей пройти через трансформацию сознания. Во всяком случае, такова ваша судьба. В противном случае вас бы здесь не было. цель вашей жизни, чтобы превращение произошло, и оно уже происходит. Вы обнимаете смерть, когда вы сэрэнде тому, что есть. Это великая смерть, сопротивляющаяся и исчезает. Вы можете пережить сэрэнде через страдания, или вы можете добровольно практиковать сэрэнде посредством да тому, что есть. Как мы видели вчера, да выводит вас за форму. Вы больше слепо не реагируете на внешнее. Такая простая вещь, как да, выводит вас за границы форм. То, чему вы говорите да, часто является ограничением, потому что это форма. Еще вы говорите да формам, в которые облекается смерть, разного рода потери. Последнее особенно действенное. Любой вид утрат или смерти оставляет после себя пустоту. Формы больше нет. Не бегите от этого пустого пространства. Так открываются не имеющие формы. Формы заслоняют с собой Бога, а смерть формы делает Бога, который есть не имеющая форма единой жизни, сияющим сквозь. В древних культурах смерть считалась сакральным феноменом. Они не отрицали смерть, в отличие от современной культуры. Западная цивилизация не признает смерть. Она даже не говорит о ней. Она не знает ее сакральности. Человек не хочет видеть мертвое тело. Нельзя, не положено, нарушение закона. вас направят к психиатру, если вы попросите посмотреть на мертвое тело. Сочтут, что с вами не все в порядке. Смерть спрятана от глаз, потому что западная цивилизация целиком идентифицирована с формой, с умом. Для нее самое худшее, что только может произойти, это смерть. О, мой Бог! Даже в больницах нет сакрального знания о смерти, хотя там с ней сталкиваются постоянно. Дома для престарелых могли бы стать духовными центрами, великими ашрамами. Старость обладает большой духовной потенцией. Дома для престарелых могли бы стать местами святости. Но этого еще не происходит. Итак, древние культуры признавали священность смерти. Возможно, они не могли сказать почему. Они знали интуитивно. Теперь вы знаете, почему она сакральна. Не имеющие формы сияй сквозь там, где была форма. Мы говорили о физической смерти. Но то же самое имеет место, когда вы умираете психологически, когда умирает я. Духовная трансформация. Она может произойти в результате непереносимого страдания или с помощью духовного учения, или в большинстве случаев как смесь того и другого. Я полагаю, что для многих из вас имеет место сочетание обоих. Вы много страдали, в противном случае вы бы не пришли. И здесь вам на помощь приходит духовное учение. Оно говорит, больше не нужно страдания и больше не нужно времени, чтобы войти в серенде. Зачем вам время, чтобы войти в серенде? Вам нужно больше знаний? Да, прежде чем войти в серенде, я должен до конца понять универсум. универсум. У вас уже есть столько указателей. Каждый из находящихся здесь читал священные писания, прекрасные указатели. Нет, мало, я еще не до конца понял природу универсума, нужно еще несколько лет. Так говорит ум. Забавно, что глубочайшие понимания происходят не тем образом, каким он представляет себе. Глубочайшие понимания универсума происходят, когда вы входите в серенде. Глубокое знание, пребывающее за пределами концепций, за ментальными обозначениями. Знание, о котором ум и не подозревает. Это знание, конечно, может затем принять привычные для ума формы. Так рождаются духовные учения. Они внутренне связаны с не имеющим формы, с не обусловленным бытием, где заключена великая разумность до проявления себя в формах, до возникновения мыслей. Другие люди говорят, что им надо урегулировать свою жизненную ситуацию, прежде чем они займутся серенде. Моя ситуация несбалансирована, нужно решить много проблем, много изменить. Я еще не готов практиковать серенде. Они не осознают, что серенде прекрасным образом само регулирует все проблемы, потому что, входя в серенде, вы входите в пространство, свободное от проблем. Да, ваша жизненная ситуация никуда не делась, но вы больше не живете идентификацией с концепциями, основанными на вашей жизненной ситуации. Да, против вас открыты три судебных процесса. Да, ваша жена подала на развод. Да, ваш адвокат видит единственный выход в объявлении банкротства. Вы стоите на остановке, ждете автобуса. Вы знаете о судебных процессах, о предстоящем разводе. Вы едете к адвокату оформить банкротство. Потенциально вам следует быть очень несчастным. Ваша история пошла не так, как вы предполагали. Все разваливается. Потенциально вы должны быть чрезвычайно угнетены. концептуальное «я», базирующееся на ваших жизненных обстоятельствах, ваше «я», полностью идентифицированное с ними, должно быть очень несчастным, очень тяжелым и плотным. Стоя на остановке, вы говорите себе, вот до чего я дошел. Тридцать лет работы в ничто. Вся семейная жизнь оказалась иллюзией. Жена уходит. Возможно, она уже давно мне изменяла. Я все потерял. Мои кредитки на нуле. Никто не хочет разговаривать со мной. Вы убеждаете себя, что ваша ситуация ужасна. Это говорит вам ваше «я», проистекающее из вашей разлагающейся истории. Возможно, вы уже начали рассказывать другим свою ужасную историю о том, что случилось. И они соглашаются с вами. «Да, вы правы, вы очень несчастны. Судьба нанесла вам сокрушительный удар. Вы должны быть несчастными». Или так, вы на остановке автобуса и позволяете своему вниманию войти в настоящий момент. Одновременно с этим возникает особая пробужденность восприятия. Вы чувствуете, что дышите. Целостно осознаете данный момент в виде облаков в небе над вами, в виде воздуха, в котором вы дышите, в виде земли, на которой вы стоите. Переполненные энергией формы движутся мимо вас. Вы называете их машинами. Вон дерево. Все это пространство пробужденного восприятия, в котором возникает все эти формы. Подходит автобус. Открываются двери, и вы входите внутрь. Садитесь. Автобус едет дальше. В этом состоянии пробужденного восприятия вы смотрите в окно. Удивительные феномены существования проплывают мимо. Все многообразие форм жизни. Вы присутствуете. вы помните куда вы едете, но вы целиком здесь. Ваша самоидентификация больше не связана с историей, которую вы рассказываете сами себе. Вы не отрицаете ситуацию. Вы заняты ее разрешением, поэтому вы сидите сейчас в автобусе. Но одновременно вы пребываете в прекрасном моменте. Вы сидите, смотрите, вы являетесь пространством безмолвия, посредством которого воспринимается весь универсум. Вы ощущаете жизненность своего тела. Вы чувствуете себя живым. Подъезжайте к своей остановке, выходите. Идете в офис своего адвоката, садитесь на стул. Он вам говорит. Ситуация такова. Банковский счет на нуле. Ваш долг 5 миллионов долларов. Я рекомендую вам объявить себя банкротом. Вы спокойно отвечаете. Хорошо. Вы возвращаете свою платиновую кредитку Американ Экспресс. В каждой такой пластиковой карточке живет часть вашего Я. Когда вы в дорогом ресторане расплачиваетесь платиновой карточкой, вас уважают. Вам это нравится. Вы получаете подтверждение, что нечто представляете из себя. Когда вы расстаетесь с карточкой, возникает некоторая пустота. Если вы принимаете ее, вы чувствуете невероятный внутренний покой. Карточки нет, но вы не делаете из этого новую ментальную установку, говоря, не иметь кредиток это очень духовно, теперь я стал более духовным. Так вы создаете новую ментальную структуру, реинкарнируете в нее и получаете новые чувства Я, как духовного существа, не имеющего кредиток. Конечно, не надо этого делать. Вы просто позволяете потере быть. и вдруг внутренний покой, в котором вы уже пребывали, становится еще глубже. Далее может случиться, что вы потеряете свой дом. И снова вы пребываете в настоящем. Вы ставите свою подпись, и ваш дом исчезает. На какое-то время вы переезжаете в фургон. Вот вы сидите в нем. Вы в настоящем моменте. Безмолвие святость Не такое уж большое значение, в каких формах приходит красота, потому что вам больше не нужны формы, чтобы расширять и обогащать чувство своего «я». Теперь ваше «я» – это живое пространство присутствия. Вы есть это живое безмолвие пространство внимания. Формы вокруг вас, но вы не отождествляете себя с ними. Конечно, фургон не так комфортабелен, как большой особняк. Окружающее пространство стало меньше. Всю ночь вы слушали шум дождя по крыше. Все это означает, что поменялись декорации вокруг вас. Вы на чем-то сидите. Оно не такое мягкое, как прежде. Совсем чуть-чуть. Комната стала поменьше. Но стоит выйти наружу, там уйма пространства. Ваше я больше не базируется на истории. Вы принимаете взреты и падения, выигрыш и потерю. Они случаются в истории каждого человека. Вокруг вас постоянная смена форм, возникновение и исчезновение, игра противоположностей, выигрыш потери. Прекрасно. Во всем заключен глубинный покой. Теперь вы встроились в целостность бытия. Вы больше не являетесь узлом маленького я. Жизнь не может протекать через узел, поток пережат. Этот узел я. Теперь узел развязался. Кажется, что что-то разрушилось, но это иллюзия. Просто маленькое я перестало быть против универсума. Узел развязался. восстановился поток энергии. Представьте, что поезд вот-вот готов отойти. Один человек переживает страшный стресс, ему нужно во что в это не стало успеть на поезд. Другой человек бежит тоже, но наслаждается движением энергии, которую он переживает в себе, стараясь не опоздать на поезд. У него больше шансов успеть, чем у первого. Он в состоянии замечать и использовать вспомогательные факторы, о которых он и не подозревал, что они возникнут. Чувство завершенности все время здесь. Оно не зависит от внешних форм. Ваша завершенность уже здесь. Я не нуждается в больше. Всякое больше, которое теперь входит в вашу жизнь, простая игра форм. Нечто приходит. Вы говорите «прекрасно». Через несколько лет, возможно, у вас будет другой особняк. Все может быть. Но вы будете уже другим. Переезжая в него, вы не будете чувствовать, что это мое. Не будете переживать это, как достижение своего «я». Да, еще одна красивая структура вокруг меня. Конечно, она недолговечна. Мир форм больше не снабжает вас прежним чувством удовольствия, которое требовало «я». Очень скоротечного удовольствия. Большой особняк давал вам чувство, что он принадлежит вам. Когда вы приглашали гостей, и они заходили в ваш дом, он был продолжением вас. Вы пришли ко мне. Это «я». Смотрите, какой «я». Теперь этого нет. Невинная радость от форм жизни, без установления связи с «я». Повладение чем-либо фикция. Это мой дом. Что это значит? Это фикция ума, с которой согласны другие. Это и означает мое. Кто-то может сказать, «Это мой ашрам». Хорошо, вы можете жить с этой мыслью, если она обогащает ваши чувства «я». Я никому еще это не говорил, но правда в том, что этот ашрам принадлежит мне, но никто об этом не знает. Смех иллюзия. Они подпишут бумаги, в которых будет говориться, что это ваше. Эти люди согласны думать, что это ваше. Но на деле за всем этим ничего нет. Наступен день, когда идея собственности утратит свое значение. В некоторых странах пытались построить коммунизм, не изменив сначала сознание людей. Ничего из этого не получилось. Итак, сама идея «я» и все его структуры начинают выглядеть абсурдом. Вы продолжаете получать радость от физических структур, зная, что все ненадолго. Прекрасно. Изменяющиеся декорации вокруг вас не боли. Обстоятельства вашей жизни были одни, со временем они изменяются. Все то же самое, только декорации вокруг вас поменялись. Можно получать радость и из этого. Помните известную сутру Малибу. Все структуры непостоянны. Я предлагаю вам следующее. На нашем ретрите вы познакомились с внутренней тишиной. Она всегда здесь, рядом с вами. Какое-то время вы будете проводить вне лагеря, так называемое ваше свободное время. Сохраняйте тишину. Те, кто захотят сохранять тишину, пребывая вовне, пусть практикует так называемое благородное молчание. Я бы всем порекомендовал периодически поддерживать благородное молчание. Можно никуда не уходить, уединиться в специально отгороженных секциях в обеденном зале или посидеть где-нибудь у стены. Конечно, нет необходимости сидеть к ней лицом, как это рекомендуют буддистские практики. Когда мимо будут проходить люди, не думайте, что не вступая с ними в разговор, вы тем самым кем-то пренебрегаете, кого-то дискриминируете. Если уж практиковать благородное молчание, то без исключения. В этот период молчания вы будете один на один со своим умом. Это хорошо. Относитесь к мыслям, как к мыслям. Относитесь к ним, как к ментальному шуму. Относитесь к мысли, как к отдельной точке зрения. Мысль может передать только отдельный фрагмент происходящего. Мысли относительно другого человека фрагментарны. Противоположное мнение относительно того же самого человека может быть тоже правдой, просто еще не настало время ей проявиться. Нет абсолютной правды ни в одном мнении, ни в одном суждении. Любая мысль – форма суждения, интерпретация в той или иной форме. Вы целиком не верите своим мыслям, потому что так проявляет себя обусловленный ум. Вы признаете все это. Другими словами, когда мысли приходят к вам, а в период молчания особенно, ваша духовная практика будет состоять не в том, чтобы остановить их, а в том, чтобы не относиться к нему слишком серьезно. Вот и все. Мысль, конечно, хочет, чтобы к ней относились серьезно. Каждая мысль требует «дай мне все свое внимание, я очень важна, я истинна, верь мне». мысль завладевает вашим вниманием, затем она разрастается, расцветает множеством других сопутствующих мыслей. Вы оказываетесь в потоке мыслей, в ловушке форм. Каждая форма желает продлить свое существование как форма, и мысль в том числе. Здесь в зале за уровнем персоны находится сознание, оно выходит из идентификации себя с формой. Долгое время сознание грезило формами, так возник универсум. Прекрасный танец форм. Теперь сознание просыпается от этого завораживающего сна. Что происходит с вами? Сознание было мыслью, оно освобождается от мысли форм, а не лишь относительная точка зрения. Никто не может объяснить, что происходит. Сознание освобождается от замаскированности мысли. Необусловленное сознание рождается. Все это происходит от одной простой вещи. Не принимайте мысль слишком серьезно. Мысль скоро уйдет, если к ней не отнеслись серьезно. Она не станет топливом для идентификации. Вы начнете замечать себя в состоянии простого пробужденного присутствия, в котором вы воспринимаете без обозначений. Вы просто позволяете данному моменту быть так полно, что не возникает желания ментальной интерпретации. При этом вы получаете глубокое знание, которое ум принимает за незнание. В средневековой Европе одним неизвестным монахом был написан мистический трактат. Называется он «Облако неведения». На вопрос «Как узнать Бога», автор отвечает «Вы познаете Бога не через известное, а входя в состояние незнания, не интерпретация». Каждая интерпретация ограничена. И так вы говорите «Да», такое полное, что нет нужды в интерпретации, какую бы форму данный момент не принял. Это относится и к людям, оказавшимся в пространстве сейчас. Огромная свобода приходит вместе с отказом от интерпретации другого человека, с отказом от ментального суждения о нем, то есть от мыслей. Позвольте другому человеку быть, как он или она есть. Дайте ему или ей пространство. Подлинная любовь – та, которая позволяет всему быть без навязывания ярлыков и интерпретаций. Какой бы ярлык или интерпретацию вы не навесили на другого человека, в лучшем случае это будет касаться его внешнего поведения, в котором проявляется его обусловленность. В худшем это будет проявлением вашей собственной ментальной ограниченности. В большинстве случаев имеет место смесь. Даже более того, вы смотрите на обусловленность другого человека глазами своей собственной обусловленности. На этой почве возникают конфликтные отношения. Просто позвольте другому быть. Когда другой человек разговаривает с вами, удерживайте себя в состоянии пробужденного внимания, в состоянии целостного слушания. Предоставьте ему все свое внимание. Полное внимание. Не подготавливая в уме следующие утверждения. Не интерпретируя то, что вам говорит собеседник. Полное внимание. Возможно, вам захочется что-то ответить. Возможно, родятся подходящие слова. Кто знает. Так привносится необусловленное сознание в человеческие взаимоотношения. Итак, оставаясь наедине со своим умом, не принимайте ментальный шум слишком серьезно. Не несите на себе бремя вашей жизненной ситуации. Не начинайте думать о делах оставшихся дома, о том, что будет, когда вы вернетесь домой. Где все это сейчас? Чтобы быть реальностью, оно должно быть сейчас. Да, вы встретитесь с ними снова лицом к лицу дома, и они будут вашим сейчас. Но сейчас они не вашим сейчас. Вы можете только грезить о них, создавая тем самым несчастливую идентификацию. Не надо нести груз концептуализированного я. Гуляйте по живописным окрестностям без груза я, без мысли о том, что случилось со мной. С вами ничего не случилось. Данный момент таков, как есть. Чтобы с чего-то начать, я рекомендую поддерживать благородное молчание между сейчас и нашей следующей встречей во второй половине дня. И посмотрим, как это будет работать. Конечно, в конце недели будет время для вопросов. Но главное не вопрос. Потому что это будет мысль, пытающаяся понять то, что находится за пределами мысли. У вас будет много вопросов. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok